Британская полиция опечатала квартиру в городе Батт, где нашли тело 20-летнего парня. Полицейские, которые его обнаружили, пожаловались на плохое самочувствие после посещения квартиры. Они предположили, что там могли распылить неизвестное химическое вещество. Тем временем врачи продолжают бороться за жизнь Чарли Роули, пострадавшего от химоружия новичок. По словам медиков, состояние пациента ухудшилось, больше знает Алексей Пшумызский. Спасти жизнь 45-летнего Чарли Роули пытаются британские врачи. На прошлой неделе пострадавшего от новичка вновь госпитализировали. С тех пор он находится в реанимации. Сегодня стало известно, что его состояние очень ухудшилось. У Чарли парализовало руки и ноги, и до сих пор проблемы со зрением. Как сообщили родственникам Роули медики, его лечат от менингита. Однако точного диагноза пока нет. Как и подтверждений тому, следствие ли это отравление. Ранее в районной больнице Солсбери, где сейчас находится Роули, сообщили. Пациентов, которые проходят лечение от отравления нервно-паралитическими веществами, у них нет. Напомню, жителя городка Эмсбери неподалеку Солсбери вместе с его подругой госпитализировали 30 июня. После того, как пара нашла флакон с ядом в парке, вскоре спутница Роули скончалась, а он пошел на поправку. Полиция утверждает, что во флаконе находилось химическое оружие «Новичок», которое перед этим использовали против скрипалей. Однако Чарль и его подруга получили куда большую дозу. Они думали, что это духи и опрыскали себя веществом. Напомню, Британия обвиняет в отравлении скрипалей Россию. В Москве это отрицают. Пока что британские спецслужбы продолжают расследование. Тем временем в США сегодня вступают в действия новые антироссийские санкции. В ответ на Солсборгский инцидент, Россия еще больше ограничила доступ к международным финансовым рынкам, а также запретили экспорт в страну некоторых электронных компонентов и авиационных комплектующих. Не исключено, что вскоре к США могут присоединиться и в Евросоюзе. Британцы просят у Брюсселя усилить давление на РФ. Этот вопрос могут поднять уже в ближайшие дни на встрече министром иностранных дел ЕС в Австрии. Из Лондона Алексей Пшемыский, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер.